Космические проекции, костюмы со сложными конструкциями, яркие декорации. Этим и не только будут удивлять кировского зрителя в драмтеатре. Уже сегодня там премьера, спектакль «Безымянная звезда». Это трогательная история любви скромного учителя астрономии и светской красавицы. Ольга Мартынова побывала на генеральной репетиции и готова рассказать подробности. Он долгие месяцы копил на «Атлас», а «Скорый поезд» привез ему не только заветную книгу, но и головокружительную любовь. Их чувства возникли, как внезапный звездопад, осветивший город. Вот только способны ли герои удержать и сохранить хрупкую мечту? История, она, на первый взгляд, не какая-то тривиальная. Встреча двух людей, мужчины и женщины. Интересно она тем, что это совершенно разные люди, совершенно из разных сословий, что между ними происходит. Стоит ли говорить, что это история Золушки? Наверное, нет. Но поскольку у нас спектакль в жанре мелодрама, то без Золушки здесь не обойтись. Спектакль «Безымянная звезда» – авторское прочтение пьесы румынского писателя Михаила Себастьяна. Режиссер Захар Пантелеев изменил конец сюжета и сделал акцент не только на романтические отношения, но и на значение общества в жизни человека. Столичная красавица Мона попадает в маленький городок, а это то еще испытание. Каждый человек – это какая-то тональность. И, допустим, Мона – это тональность ми-мажор. Такая капризная, немножечко истеричная, ну как Моцарт. Знаете, такие лиричные напевы, такие скрипочки. И вот каждый раз, настраиваясь перед выходом на сцену, я слушаю все сюиты в ми-мажоре. Увидеть лирическую драму о космической силе любви, открыть галактики и планеты приглашают всех желающих в драмтеатр. Безымянная звезда на сцене 26 марта и 29 апреля. Ольга Мартынова, Алексей Зверянов, Бюро новостей Давича.